но дело-то благородное надо и съездить наша цель сегодня это чакры точнее оазис еще точнее пожить в этом мини-городе понять как нам живется и сказать свое внятное фи или не фи как получится территория оазиса это 10 гектаров тропического парка внутри которого среди зелени спрятались несколько ресторанов 4 бассейна детский центр отель десяток малоэтажных и два многоэтажных корпуса строится еще два здания все это имеет выход на пляж но от всего мира не отделено с заборами из колючей проволокой а просто органично вписывается в ландшафт чакве сам по себе чакве небольшой поселок очень зеленый здесь строится достаточно много новых домов и вилл оазис это закрытый комплекс полностью оборудованный всем что нужно для жизни летом тут работают магазины и ресторанов не сезон наступает затишье однако примерно 50 семей продолжают тут жить и вне летнего времени в оазис можно приехать и без проживания входной билет на день сюда стоит 75 лари человека но выгоднее жить номера студии в сезон начинаются от 70 долларов аквапарк тут не самый большой но он есть спа-центр обещают самый большой в грузии данный момент он строится жить в оазисе круглый год можно в корпусах новых застройщик дарит покупателям теплый пол в апартаментах сейчас целом же номера тут принадлежат либо отелю либо продаются под ключ как готовая модель бизнеса сдача осуществляется или владельцами самостоятельно или через управляющую компанию комплекса вот в одном из таких номеров от частного инвестора мы и поселились у нас поселили в номер тут я узнал очень интересную деталь оказывается в номер который нас поселили он принадлежит не отдел продаж он принадлежит уже тому человеку который собственно купил его отдел продаж мы с ним познакомились его зовут илья и он сказал что я могу снимать вообще все что захочу то есть ему без разницы буду говорить хорошо я буду говорить так как мне нравится поэтому я буду говорить так как мне нравится но в целом номер кстати мне здесь понравился то есть они сделали все аккуратно несмотря на то что это ремонт от застройщика все достаточно неплохо я загляну просто чтобы на хорошую камеру было видно все кресты конечно не идеально на плитке везде сходятся но в целом это не сказать чтобы прям уж сильно отвратительно все достаточно аккуратно сделаны это не самые дешевые материалы это апартамент с отдельной спальней сдается он если я не ошибаюсь 150 долларов он стоит в сезон и что самое интересное вне сезон здесь можно многие апартаменты арендовать по цене чуть ли не как в орбе но этот комплекс прям скажем по уровню значительно отличается от орбе здесь два балкона то есть это боковой балкон из которого там видно батуме и потом немножко выйду покажу чтобы засвета не было то есть это отдельная спальня и кухня-гостиная смысл в том что для ремонта застройщик от застройщика это достаточно аккуратно но опять же я сказал что не все так просто потому что застройщиком приходилось вести разъяснительные беседы чтобы что-то доделывать тем не менее они не отказывались то есть все доделывали пока не произошла окончательная приемка апартамента и приемка апартамента осуществилась вот в таком виде из того что я увидел сразу зайдя это небольшой перепад по цвету на кухне вот он может быть и не очень большой но честно говоря я сразу увидел то есть два разных цвета судя по всему из разных партий дверцы висят не идеально ровно сейчас мы вот так сделаем дверцы висят не идеально ровно я бы тут подкрутил и привел то в божеский вид но это вот ну чисто лично мой перфекционизм все остальное сделано достаточно прилично я в принципе понимаю почему люди которые смотрят эти апартаменты живем то есть законченной версии практически сразу и покупают тут в принципе обалденные виды и на море и на горы практически везде как и везде в чакве я еще полетаю наверное на дроне чтобы было окончательно понятно у них с одной стороны своя пляжная линия но в грузии запрещено законом пляжную линию делать собственной поэтому чисто теоретически пляж принадлежит всем людям то есть на него можно проходить практически любому человеку на шезлонги на ставить могут только только сам оазис поэтому люди сюда особо не рвутся то есть здесь в основном на пляже отдыхают именно те кто живет в вазе зонтики там зонтики там здесь практически пустая линия и вот отдыхающие какие-то сторонние они находятся чуть левее процент и все остальное наверное попрошу чтобы лена рассказала сколько это сейчас стоит немного позже не очень хорошо получается рассказывать но в целом сам комплекс уазис у меня вызывает некоторые ассоциации наверное в сочи есть такой комплекс называется он прости господи свис отель сам уазис я наверное рискну провести параллель все-таки с городом сочи хотя кстати меня уже в предварительной беседе просили этого не делать это чем-то похоже и по территории и по уровню всего остального хотя свис отель в сочи он был магнолия назывался комплекс он был уставший уже там на период даже когда я работал в семнадцатом восемнадцатом году сейчас я думаю он еще более уставший выглядит там тоже своя отдельно закрытая территория вот а здесь все все таки новенькая чистенькая в оазисе ну и цены в оазисе конечно раза наверно в четыре дешевле в общем по моим ощущениям номер все-таки скорее понравился чем не понравился себе бы я такой дизайн скорее всего не сделал но как отельный номер выглядит достаточно ярко и интересно и он новый я думаю что как бы ну с ли мы уже пообщались предварительно на этапе знакомства если он согласится дать интервью я думаю что будет интересная вставка видео где человек который купил здесь апартаменты собственно он бы рассказал чем он руководствовался почему он это сделал и как у него там проходит процесс сдачи хотя это у него по сути этот апартамент сдается первый год но у него здесь много апартаментов то есть интересно было послушать его подход к тому как он организовывал бизнес модель с какими проблемами он сталкивался как владелец именно этой недвижимости ну и как его ожидания совпали с реальностью резюмирую по апартаменту ремонт не из самых дешевых материалов сделанным сравнительно аккуратно я бы у себя делал ремонт более дорогого уровня с более слой вернее сделал уже из более сложной инженерией но вот под сдачу то есть это уровень хорошей пятерки я была в разных пятерках хороших и плохих это хорошая свежая пятерка плюс огромная инфраструктура у комплекса но я про не знаю чуть-чуть попозже расскажу чуть более подробно цены в оазисе дороже чем в батуми на завтрак они предлагают шведский стол который стоит 60 лари с человека еда очень достойная разнообразная от подкопченной семги до мини хачапури мы сходили на завтрак ассортимент немного уступает например бодрумскому хилтону но качество и свежесть продуктов выше всяких похвал кстати персонал на территории оазиса свободно разговаривает на грузинском английском и русском языке поэтому проблем с коммуникацией не возникает обед номер один в ресторане грузинской кухни стоил 71 лари это около 25 долларов включал он в себя лобби у аджарских хачапури шашлык и воду все свежие подачи аппетитный вкус тоже не огорчил на второй день мы заказали там же в грузинском ресторане харчо хачапури со шпинатом и салат с орехами плюс две бутылки воды харчо был вкусным но жидковат хачапури маленький изысканный подошел бы скорее итальянской кухне подачи салата приятно удивило традиционным помидорам огурцам добавили зернышки граната и ореховую пасту с каким-то необычным сыром такой подачи традиционного грузинского салата я не видел нигде в хорошем смысле этого слова стоило это все 68 лари тоже примерно 25 долларов хватило наесться двоим еще на территории уазиса есть итальянский ресторан с ценами примерно такими же коктейль бар и алкоголь кстати в уазисе дорогой но можно приносить его с собой и как бы распивать он территории свободно и ресторан морепродуктов честно говоря посмотрел цены в ресторане морепродуктов мы решили что продолжим удовлетворять свои рыбные потребности на рыбном рынке в абу-даби на случай плохой погоды в уазисе есть закрытый развлекательный центр с бильярдом кинотеатром детской комнаты боулингом залом компьютерных игр и библиотекой а в целом же дети предпочитают конечно бассейн и аквапарк футбольное поле а самых маленьких отдают детские комнаты их там в уазисе несколько счастливым обладателям большого количества детей тут дадут отдохнуть их заменит специально обученные аниматоры и педагоги вы думали я вас просто так сапом измотал да надеялась я вас измотал для того чтобы вы смогли максимально правдиво отвечать на вопросы про деньги можете ли вы подарить точнее я знаю что вы уже можете подарить две тысячи долларов моим подписчикам 2000 не подарю на 1000 подарю итак я как я и сказал я вас не зря измотал значит подписчикам канала александр шорт нужно у вас на каких условиях вы ее дадите и каким образом это будет реализовано я предлагаю дать мне промокод хорошо который можно будет использовать сколько денег я могу у вас получить я хочу 2000 хорошо для ваших подписчиков мы будем делать не подписчиков а для тех кто придет с промокодом от александра шорта мы предоставим скидку 2000 долларов теперь нужно наверное поясните откуда такая щедрость то есть обязательным условием должно насколько я понимаю быть отсутствие агента по недвижимости обязательно которому надо сверху платить еще комиссии да конечно обязательно то есть вам это выгодно потому что вы экономите на агенте по недвижимости хорошо тогда давайте теперь мы поймем от чего эти 2000 собственно берутся сколько стоит минимальный квадратный метр в комплексе сейчас 1900 долларов квадратный метр 1900 долларов с ремонтом да это с ремонтом с мебелью с аксессуарами постельным бельем одеяло подушки но все как в стандартных номерах под ключ а минимальная площадь минимальная площадь на сегодняшний день у нас 28 квадратных метров это апартаменты студии гостиничного типа 28 квадратных метров мы умножаем на 2200 на 2200 да и получаем 62000 а 1900 куда делась ну стоимость квадратного метра зависит от от типа апартамента то есть 28 квадратов остались по 2200 28 квадратов по 2200 долларов а по 1900 минимальная площадь по 1900 это где-то 66 квадратных метров 66 это где-то 135 5 тысяч долларов примерно а минимальная по 2200 на 28 это у нас это 62 63 тысячи долларов 62 63 прекрасно и ну это солидная скидка я вам хочу сказать чудненько значит промокод я тогда наверное оставлю у себя у меня телефон указан под ватсапом давайте мы по 2 наверное укажем и ваш в принципе номер телефона под этим видео поскольку мы с вами уже не первый год знакомы да хорошо вы же будете заключать хорошие договоры договоры клиентами у нас всегда хорошие потребитель будет понимать что он берет ну да конечно определенные в батоме то есть я очень часто не оставляю контакты застройщиков просто потому что я не знаю что там случится вот вас я все-таки знаю какое-то время я надеюсь что те годы те годы которые мы знакомы позволяют вам зарекомендовать себя с хорошей стороны ну и карма у вас хорошая поэтому в общем две тысячи долларов дарит подписчику канала при условии что он использует промокод и не использует агент по недвижимости то есть вы будете общаться напрямую он будет общаться с вами но изначально со мной хорошо ваш номер телефона я оставлю под этим видео о боже договорились в продажах есть такое понятие как не сезон большинство покупателей курортной недвижимости думают что не сезон в продажах находится в не сезон в туризме на деле же и в болгарии в сочи и на кипре и в батуми насколько я знаю не сезон продаж это как раз таки летние месяцы середины июня по середину сентября также середины января до середины марта именно в этот период совершается небольшое количество и как правило этой эмоциональной покупки которые там люди приехали отдохнули им понравилось большинство людей предпочитает отдельно приезжать на отдых отдельно за квартирой в результате самые лучшие условия для покупки застройщиков как раз в середине зимы и в середине лета так я узнал от лены что на ряд апартаментов до конца августа у них действует десятипроцентная скидка именно эту цену со скидкой она и озвучила как нижайшую в том интервью который я у нее брал кроме того вот помимо того и сверху того я договорился с ней и это был мой первый кстати опыт такого характера что она сделает уникальную скидку подписчикам канал в виде отдельного промо кода который даст возможность дополнительной скидки тем кто обратится напрямую в отдел продаж к лени я знаю лена довольно давно и темных пятен в ее карме насколько я знаю нет она обещала примеровать и меня тоже лично за каждого клиента который обратиться к ней напрямую поэтому думаю что для тех кто планировал или планирует купить у вас здесь сложилась достаточно выгодная ситуация тем не менее я продолжаю настойчиво рекомендовать внимательное изучение договора до того как он будет подписан они после и желательно делать это с привлечением юристом сами совершая сделки как правило с агентом о недвижимости кого знаю уже не первый год с ней в команде работают юристы это особенно ценно при покупке вторичной недвижимости но и при покупке у застройщика она тоже бывает полезно потому что может организовать сделку договориться на льготные условия покупки и выбить скидку у тех застройщиков где имеет хорошую историю продаж вот такая ремарка прошу принятие к сведению и распорядиться ей по собственному усмотрению всех кто в этом заинтересованы за все без предупреждения начинаю снимать обычно в общем я так понимаю что ты лояльный покупатель уазисе я достаточно лояльный покупатель уазиса поскольку ты лояльный как раз хотелось бы в обратную сторону этого всего знать давай ссылку на номер который мы живем мы живем по сути в твоем номере я оставлю под видео и как бы большое спасибо что прийти у нас и позволил мне говорить все что я хочу на этом видео давайте познакомимся на камеру александр илья сколько апартаментов здесь несколько несколько у меня есть несколько апартаментов которых мы живем семьей и есть несколько апартаментов которые непосредственно под сдачу так и вопрос следующий то есть ну что как как это отличается от того что было на входе тут уже как бы сделка завершилась да есть какие-то разочарования то чего не предусмотрел на входе вопросы всегда наверное есть особых разочарований нет вопросы все решаются и надеюсь будущем ремонт еще больше будет развиваться и улучшаться приемка это не такой бесшовный процесс бывают косяки бывают недостатки бывают недоделки но они в принципе устраняются на потребителя не происходит то есть не это они ну то что ты играешь то что получают то что тебе показывают на входе это что происходит обмана произвели покупателя не происходит как я сказал есть недочеты всегда есть к чему докопаться но это наверно после каждого ремонта после каждого строительства и главное что проблемы устраняют поэтому вот если бы дно ты заново уже входил в эти апартаменты сейчас до чтобы ты сделал чтобы улучшить свое текущее положение я не знаю что бы сделать чтобы лучше честно всегда хочется наверное больше контроля качества при строительстве есть мелкие недочеты я думаю ты в апартаментах найдешь где-то уже нашел да где-то что-то не совпадает где-то что-то не так при приемке старались этих вещей избежать но все равно не есть ты здесь живешь тебе мешают поезда которые ходят прямо поезда вообще не мешают вот это прям честно это даже немножко был какой-то аттракцион первые дни ты их там ощущаешь проезжает поезд потом абсолютно не замечаешь это пропадает ну вы живете у меня в номере думаю за за ночь вы это поймете не слышал когда он проходил и вот мы сейчас когда снимали то есть поезд еще один проходил а сколько их день проходит по моему здесь 4 или 5 поездов три электрички в зимний период меньше и большие грузы но поездов немного по качеству моря что скажешь по качеству моря это каменный пляж но периодически после дождей бывает вода грязная но расходится то есть если была плохая погода с гор шла вода по речке заходит много грязи поскольку мы весь день общались я соответственно набор то вопросов уже составил для себя ну наверное ты видел на пляже там работает трактор разгляд разглаживает даже когда был шторм и нанесло камней через время расчищают горки убирают работают все понял и финальный вопрос цены в ресторанах в ресторанах неоправданно дорогой алкоголь поэтому люди когда открывают на последнюю страницу с алкоголем они разочаровываются цены в ресторанах вполне нормально за обед отдали 70 лари мы получили мы съели лобио шашлык и хочу курить женский без алкоголя с водой 71 лари ну я знаю в ресторанах батуми где бы столько дал ну я про это говорю то есть самые дешевые то есть но нет цены абсолютно не самые дешевые для жильцов кто здесь проживает есть рестораны по соседству куда можно съездить но когда ты проживаешь в отеле летом особенно это я считаю адекватной цен я пытаюсь занять какую-то такую позицию хотелось бы дешевле как собственнику хочется чтобы это было дешевле но нужно адекватно понимать все это все-таки к лично набор информации большое спасибо за информацию до встречи на море встреч а может быть что-то тебя еще ты мне не спросил по поводу зимы все-таки 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 вы в курортном таком месте летом здесь классно весело зимой здесь живут не так много людей и зимой как-то не очень работают рестораны до зимой здесь может быть скучно но опять-таки если люди работают на удаленке переселились здесь вполне комфортно но здесь по ценнику зимой достаточно недорогая аренда месячная пожалуй да зимой можно найти по месячную аренду но это даже интересно то есть варианты людям которые там заселяются где-то в батуми какие-то апарт комплексы либо суда с полной инфраструктурой а на сколько ученого она работает инфраструктура работает по моему один ресторан не работают соответственно бассейны хотя с администрацией разговоры велись вроде бы этим этой зимой должен работать до но когда построят когда построят спа будет намного интереснее спасибо большое да мы вас про интервью и модели они мне говорят александр мы готовы к любой критике если вы что-то увидите о чем захотите сказать вот пожалуйста не стесняйтесь мы всю критику принимаем если что-то не хорош это обязательно расскажите я жену наивный как ребенок мне как сказали я так и буду делать поэтому я иду вот сюда это территория пятизвездочного отеля это строительная площадка спа комплекса вылет строительной площадке находится над территории комплекса то есть теоретически набушку отдыхающим может пролететь всё что угодно ограждение здесь вот такое такое означает что такое означает что сюда вполне себе может пролезть ребенок и вот сюда может пролезть ребенок и вон туда может пролезть ребенок не очень конечно большой временем но вполне себе такой любознательный и окажется он вот на使 cuales площадке. Вы просили критику? Пожалуйста, вот вам критика. А вот здесь этот маленький, не очень умный ребенок может мало того, что пролезть, но еще и свалиться в яму. Ну, а тут находятся у нас щиты, на которых написано Danger High Voltage. По уму здесь вешается сетка. Сейчас покажу. Вот здесь надо этим вешается сетка, либо весь проход закрывается просто, чтобы здесь не ходили люди. Потому что люди, они же не спрашивают, куда им идти. Они сначала идут, а потом понимают, что пришли не туда. Это задворки комплекса, ну понятно, что как бы здесь аллейка достаточно узкая, но здесь очень хорошо ходят люди. Почему они хорошо ходят? Потому что они идут из этого корпуса, и идут они непосредственно в ресторан. Какой смысл покупать за такие деньги в чаке апартамент, если можно в Батуми взять его за те же самые деньги. Вопрос к вам, как ходила продажа. В Батуми вы не найдете такой территории, которая есть в Чакве. В Батуми вы найдете максимум какие-нибудь новостройки 47-этажные, а в Чакве вы найдете огромную территорию со своей собственной инфраструктурой уже готовой, и уже вы можете здесь проживать и ею пользоваться. А вы можете показать нам порядок цен? Я вас базово опросил вроде бы после катания на супах. Минимальная цена за квадратный метр мы оговорили, но в среднем сколько стоит апартамент? Сейчас у нас апартаменты начинаются от 1900 долларов за квадратный метр. Средняя цена апартамента студии в корпусе 13 это 52-53 квадратных метра. Это апартамент студия с полноценной кухней и разделенная между собой зоной гостиной и спальни. Такую студию можно купить в районе 105-110 тысяч долларов. 52-53 квадратных метра. Есть апартаменты One Bedroom. One Bedroom сейчас можно купить по цене в районе 155 тысяч долларов. Площадь 62-66 квадратных метров. И есть у нас еще такие апартаменты, которые мы называем Econom to Bedroom. То есть это 70-метровые апартаменты с двумя спальнями. Они смотрят, у них панорамный вид на горы. И такие апартаменты можно приобрести в районе 165-170 тысяч. Предположим, я очень богат, у меня есть миллион долларов, но меня не интересует стройка. Я пришел к вам, мне срочно нужно вытащить деньги откуда-то и вложить их в недвижимость. Ну, пожалуйста, приходите. Что вы можете? Чем вы можете? На самом деле, гостиницы... Нам готовы, я вот прям сейчас. У нас в этом году есть несколько гостиничных номеров. Инвестиционные гостиничные номера. То есть это студия, сделанная под гостиничный номер. Они находятся в корпусе 14 на 3-4-5 этаже. И таких студий у нас в районе 42 штук. И стоимость от 62 до 78 тысяч долларов. Также есть студии, которые можно совмещать между собой. То есть это студии Connection. У всех апартаментов статус квартира. То есть чтобы ни у кого... Квартира все-таки не апартамент. В Dreamland у всех, у всей недвижимости статус квартира. Но от квартир она отличается тем, что нет газификации корпусов. И поэтому мой следующий вопрос. Как пользоваться апартаментом зимой? Не совсем такое отличие. Ну, как есть. Есть еще такое понятие, что гостиничный... Что в апартаментах, если у недвижимости статус апартамента, то вы имеете право проживать там только 28 дней в году. А все остальное время вы обязаны сдавать этот апартамент. А если это квартира, то вы можете проживать здесь круглый год и в то же время и сдавать, и пользоваться. То есть там никто вас не ограничивает. А что касается газификации, да, газификации в комплексе нет. То есть у нас есть электрические теплые полы и кондиционеры зима-лето. Для гостиничных номеров сейчас, для студии гостиничного типа у нас сейчас это отопление будет... Меняться? Нет, не меняется. Это кондиционеры зима-лето. А для корпуса 13 у нас в качестве подарка мы сейчас предлагаем... Все апартаменты снабжаем электрическим теплым полом в подарок при покупке. Это никак не отражается на том бонусе, который вы даете подписчикам? Нет, это никак на этом не отражается. То есть они получат два бонуса и теплый пол в подарок и бонус от вашего канала. То есть можно жить уже будет зимой прям полноценно с наличием теплого пола? Да, с электрическим теплым полом. Хорошо. Это очень хорошо, потому что комплекс перестает быть сезональным, и мы начинаем работать в то же время в зимний период. А насколько больше народу стало жить здесь постоянно по сравнению с тем периодом, когда мы снимали с вами видео, там еще до пандемии, по-моему, не в пандемии было видео, кстати. Да, мы снимали где-то в 2019 году, по сравнению с 2019, раза в три людей стало жить больше в комплексе. То есть я не помню, там было ничего. Человек 20-30 проживало. Кто инвестор этого комплекса? Австрийская компания. Они все еще, ну это все еще австрийская компания? То есть они не ушли? Нет, никто не уходит. Понятно. Хотелось бы два слова о земле. Я читаю уже комментарии под видео, которое было у меня на канале. Я так понимаю, раз это зона рекреации, то на ее территории возможно и строительство помещений, предназначенных для отдыха. А у земли рекреации куча ограничений, прописка адреса, разделение счетов, технические моменты, не квартиры, а апартаменты. Но это квартиры почему-то. У них действует коммерческий тариф на коммунальные услуги. У вас действует коммерческий тариф на коммунальные услуги? Коммерческий тариф на электричество, да. Да? Да. То есть это дороже получается электроэнергия? Чуть-чуть дороже, да. А на сколько? Не готова ответить. Надо было Александру предупреждать меня заранее немножко о таких вопросах, чтобы я... В разы или... Нет, нет, не в разы. В целом неплохо было летом, глянуть, ну, как раз летом. Мы сейчас и снимаем. Где гарантия того, что земля, которая вокруг этих домов, ее не пустят под многоэтажки, то есть мэрия не заявит, муниципалитет не заявит претензии на эту землю и потом продают по куску? Как защищать покупателей вот именно в плане земли, которая является тем неотъемлемой территорией комплекса? О, боже. Земля принадлежит непосредственно комплексу, и у каждого здания есть свой отдельный кадастровый номер. То есть квартира, этот кусок земли, он как бы делится между всеми собственниками, все общие территории и так далее, они делятся между собственниками в пропорциональном там порядке, в случае чего, какие-то разбирательства, если будут, то так. А что касается, если вдруг кто-то перекупит комплекс по какой-то, непонятной мне еще причине, схеме и так далее, то, согласно покупателю, безопасен тем, что у него в договоре прописано, что это передается на, ну, в дальнейшем, на нового. В договоре прописано вообще что-то, связанное с землей, именно с территорией комплекса? Что именно? Она является общей для всех собственников? Это в договоре прописывается? Территория, на которой строится здание, принадлежит комплексу Dreamland Oasis. А человек покупает квартиру в комплексе Dreamland Oasis? И в месяц за обслуживание этой квартиры платят? 1 доллар 14 центов на сегодняшний день. Это за всю инфраструктуру, которая существует на территории комплекса? Это не за инфраструктуру. За обслуживание. Это за обслуживание вашего апартамента. Это охрана видеонаблюдения, это уборка общественных помещений, это уборка общественных помещений, это вывоз мусора, это обслуживание лифтов и так далее. То есть это озеленение территории, это такие базовые вещи. Что касается инфраструктуры, отеля Dreamland Oasis, вся инфраструктура, по факту, она принадлежит отелю Dreamland Oasis. И инфраструктурой владелец может пользоваться. Это разрешено... Прописано в договоре? Нет, это не прописано в договоре, это разрешено как бы правилами. И он имеет право пользоваться бассейнами бесплатно, спортивными площадками бесплатно, за исключением теннисных кортов. И он имеет право пользоваться всеми рекреационными зонами. Там зоны отдыха, где гамаки, где качели, где какие-то беседки и так далее. То есть ходить в рестораны и пользоваться пляжем. Ну, шезлонги на пляже платные. А, даже так? Ну, это правда, да. То есть те моменты, которые требуют обслуживания, ну, то есть там необходимо оплачивать. А те... То есть шезлонги на пляже, пластиковые шезлонги, они обычно приходят в износ, поэтому это требуется в том числе и обновление. Они для всех платные. То есть тут сказать ничего не могу. А, допустим, аквапарком владельцы пользуются со скидкой 50%. Какими-то другими платными услугами в основном владельцы пользуются со скидками до 50%. Бассейны бесплатные, шезлонги на бассейнах бесплатные. У меня есть 5%. У нас 4 бассейна. И все 4 бесплатные для собственника? Кроме 3. 3 больших. А 4 какой? 4 это вот беленький, новый белый бассейн с морской водой. А его нужно от собственника все равно как бы он... Да, но тоже со скидкой там. Я понял. Есть замечательный комментарий под предыдущим видео. Сказочники, воскрешательный знак. Останавливаюсь в Батуми уже который год. За апартаменты премиум-класса никогда не платил больше 80 лар. Только в этом году в связи с кризисом бюджетно жил в Орбе с видом на море за 45 лар в сутки. Прокомментируйте, пожалуйста. От какого года этот комментарий? Этот комментарий от позапрошлого года. Бог с ним, пусть все изменилось в два раза. Но человек жил в премиум-классе в Орбе. Можно я не буду комментировать премиальность для разных людей? Хорошо. Спасибо. Хорошо. Комплекс функции... Александр, здравствуйте. Хотелось бы узнать, данный комплекс функционирует круглогодично или вне сезона там тишина и вся инфраструктура не работает? Мы в прошлый раз снимали видео зимой. И мы понимаем, что комплекс в основном работает только в СИЗО. Зимой мы не закрываемся. То есть здесь все работает... Здесь есть люди. Здесь работает ресторан один или два. Здесь, я надеюсь, что с этого года у нас будет функционировать теплый бассейн. Ну, то есть в целом мультифункциональные центры, два ресторана, супермаркет. Я не скажу, что на 100% все это работает, но в таком... В режиме, в Киеве, в Киеве. Вы всегда можете вызвать и заказать уборку, и вызвать и прачка работает, и хаускиппинг работает, и ресторан работает. Ну, то есть мы не вымираем. Но, да, конечно, когда у нас... Все это происходит в связи с тем, что у нас нет зимней инфраструктуры, по факту. То есть у нас есть только один мультифункциональный центр, большой, объемный. Но хочется еще все-таки СПА, который откроется в конце 2024-го, начале 2025-го года. И тогда мы уже можем говорить о том, что комплекс будет функционировать круглый год. Это не все кавержные комментарии, которые я собрал для вас. Хорошо. Могу ответить на вопрос автора, в чем подвох. Отдыхали в УАЗе в 2022 году в августе. Территория действительно великолепная. Очень много красивых мест. Однако есть проблемы. Проблема номер один. Прямо по территории проходит железная дорога. Поезда проезжают достаточно шумно. Некоторые еще и дают гудки. Александр, вы отдыхаете в нашем комплексе второй день. Вы же слышали, как ездят поезда. И я думаю, что это не самая глобальная проблема. Во-первых, поезда не ездят под территорией комплекса. То есть железная дорога находится рядом с комплексом. Что является неоспоримым преимуществом в случае, когда здесь откроют хорошую станцию. И на поезде скоростном можно будет доехать из того же Тбилиси и, не доезжая до Батуми, выйти прямо здесь. Ну, то есть для нас поезд – это некая романтика. И в будущем это очень плюс. Да, здесь комментарий направлен скорее на то, что в Сирии как будто бы здесь нельзя жить из-за этого. Ну, как бы можно. Здесь на поезд жалоб нету. Ну, с утра проезжал поезд, просто я услышал. Если вы слышали проезжающий поезд, это, скорее всего, проезжал какой-нибудь товарняк. Максимум они проезжают два раза в день. Это прямо вот такой максимум. Мы, в принципе, даже не слышим этих поездов. То есть когда ты здесь находишься постоянно, и владельцы то же самое говорят. То есть когда ты здесь живешь постоянно, когда ты здесь находишься постоянно, то ты просто не обращаешь на это внимания. Первый день ты слышишь, на второй день ты уже не замечаешь это. Из этого уже комментария. На территории идет огромная стройка. Очень шумная и пыльная. Причем иногда работают даже в ночное время. Да, такое случается. Но не часто. Ну, я имею в виду в ночное время. У нас не часто работают. Мы не настолько трудоголики. Но да, мы не останавливаем стройку никогда. В связи со стройкой постоянно не работает самый большой бассейн. Ну, это, скорее всего, в прошлом году было. Ну, был просто, этого не стало. Ну, в этом году два раза только, когда меняли воду и все. А так, в целом, он функционирует постоянно. Четвертая часть этого комментария. В сезон запускают за деньги большое количество гостей. Поэтому поесть в ресторане проблематично. Нужно очень долго ждать. Во всех ресторанах очень дорого. Давайте. Александр. Я пообедал вчера с женой за 71 лари. Не могу сказать, что это была самая дешевая трапеза в моей жизни. Я ее отснял, я ее кусать на видео, она в ролике есть. Ну, а что вы скажете? Я скажу, что, да, цены на еду, они чуть дороже, чем в Батуми. Но это не что-то сверхъестественное. Ну, то есть, это вполне себе соответствует уровню комплекса, в котором вы находитесь. Пятая часть этого сложного комментария. Насколько я знаю, сейчас началась еще одна стройка. Когда все здания будут заполнены, рестораны и инфраструктуры явно справляться не будут. Ну, помимо того, что мы строим какие-то здания, мы еще и достраиваем всегда инфраструктуру. Когда мы будем достраивать корпус 12, у нас планируется строительство пирса, на котором будет еще один бассейн и еще один ресторан. А в прошлом году, или даже в позапрошлом году, ну, в общем, после того, как мы с вами встречались в последний раз, у нас открылся рыбный ресторан. То есть, это плюс один в копилочку. И в целом сейчас там в общей сложности около 15 всяких объектов. Поэтому. Комментарий от 2020 года. 60 тысяч за студию на Черном море неоправданно дорого. Студию за эти деньги в Аликанты можно купить с той же площади. Я так думаю. Проверьте цены в Аликанты в этом году. Хорошо. А ничего не было сказано за паркинг. Вот мы не посмотрели, как туда въезжать. Что с паркингом действительно? Паркинг у нас сейчас только открытый. Есть разговоры о том, что, возможно, у нас будут строить несколько уровневый паркинг. Там, где у нас сейчас открытый паркинг. Ну, в принципе, на 400 машин. Но очень большое количество машин, конечно, приезжает. И тут, ну, спорить не буду. Есть некое столпотворение. Но, в целом, пока еще справляемся. Ну, и завершающий комментарий. Не совсем понятно, почему у нее такие глаза красивые. Спасибо моим родителям. Все, переместимся. Тогда сейчас уже на территорию. Так, мы на территории комплекса. Лен, я хотел вас спросить по поводу того, что здесь будет строиться. То есть, что здесь уже построилось с того момента, как я был здесь. Корпус 14? Да. Тогда вы, когда мы сидели в корпусе 11 на 19 этаже, мы как раз смотрели на него. Совершенно верно. Вот. Мы его закончили. Мы его продали. Там уже ничего не осталось. Остались только гостиничные, студии гостиничного типа. Буквально несколько штук. И корпус 13, это который мы строим и который мы будем сдавать в 25-м году. Сейчас уже построено 19 этажей. Уже с последних этажей там снимают вот эти вот доски, опалубку. И на нижних этажах уже сделана заливка пола. Я думаю, потом это отдельно можно рассказать. И устанавливаем лифт, начинаем проводить коммуникации. Большой бассейн. Сегодня здесь в связи там с определенными строительными работами спецограждения. Обычно его тут нету. Ну, нам повезло. Я смотрю, это особо никого не смущает. Люди продолжают купаться. Да, потому что не очень хорошая погода. Поэтому это никого сегодня не смущает. Но в принципе бассейн функционирует каждый день. Проблем с этим нет. Так, а какие планы по развитию вообще у УАЗиса? То есть что будет происходить в ближайшие годы? В ближайшие годы мы достраиваем этот корпус. Достраиваем корпус номер 12, который будет точно такой же там рядышком со всем. У него уже поднято два этажа. То есть самые грязные работы, они уже закончены. В ближайшие годы, в конце 24-го, в начале 25-го года мы открываем спа-центр. Большой, трехэтажный, красивый, совсем-всем-всем. Вы его анонсировали, по-моему, еще в прошлом видео. Да, и мы говорили, что начнем строить. Чуть-чуть мы задержались с началом стройки, но сейчас уже начали. Уже минус первый этаж он весь построен. Первый этаж он построен в процессе. И уже второй этаж, он идет тоже стройка. Так, я немножечко загляну в территорию. Вот этого бассейна не было в прошлом году, насколько я помню, да? В прошлом году он был. Тогда, когда мы были, тогда он только достраивался, и его еще не было, да. Он открылся два года. Так, а что по поводу, ну, мне за кадром уже говорили про большой кусок территории, который будет тоже относиться к Оазису? Да, Дримонт Оазис купил большой участок территории, около шести гектаров, возле ботанического сада. То есть это дальше по побережью, через речку, там вся территория практически принадлежит нам. И там будет строиться Дримонт-2. И мостик через речку будет. То есть будут, получается, два огромных комплекса, связанные между собой. Да, но там будет абсолютно другой. То есть там будет комплекс, который уже такой более современный Дримонт. Здесь такой немножко более классический, более семейный. Там немножко более модернизированный. Но там также, там будет подземный паркинг, там будут средние, низкоэтажные здания и высокие здания. Там будет также отель, своя инфраструктура, бассейны, теннисные корты, площадки. Мостик через речку сказала, там же будет марина для яхт. И что-то еще из такого глобально важного забыла. Вспомню, скажу. Марина для яхт – это уже достаточно такой мощный аргумент. А, и здесь в Дримонде еще будет пирс строиться. Пирс, уходящий в море, и на нем бассейн, и в конце бассейна ресторан. Я понял. Ну, мне кажется, это максимально исчерпывающая информация, которую можно было собрать от Дримонт-Азити. Я категорически благодарю вас за информацию. Встретимся на море. Приходите.